Привет, мои хорошие! С вами Силия Насвей. И сегодня у нас будут косы в инстаграме и во влоге. Это тоже, кстати, где мы встречались с девочками-блогерами. У нас с Кристинкой были косы. И вы начали спрашивать, ждём видео, как, что, косы. Конечно же, я вам расскажу. Единственное, что сегодня мы сделаем косы проще. Я сделала две косы, там у меня четыре косы. Но я скажу, как я это делала. И чтобы было всё как бы быстрее, главное, суть понять, правильно, что нам в видео всё это долго. Тем более, вы знаете, это такой нелёгкий процесс. Вот мне бы сейчас хотелось сделать две косы и всё. Значит, смотрите, что я использовала. Вообще можно использовать разные. Сначала я увидела, что девочка делает, ну там, другой немного способов. Просто делать что-то интересное. Вот такие косы и резиночками можно, и всё на свете. Кто не умеет, например, там косы, может быть, плести. Я увидела сначала, что это делают с волосами. Я уже была, зашла на Алиэкспресс. Сейчас увидела, что волосы, думаю, какие волосы, как. Это же, ну, волосы ещё, ну, как бы, некомфортные. Они могут быть тяжеловаты. Потом думаю, а чё, главное же акцент. Главное, какие-то красивые цветные вкрапления там в косе, да. Я думаю, что если делать это из верёвок, например, акриловых. И начала смотреть видео на Ютубе. И да, действительно, увидела, некоторые девочки делают и очень красиво смотрятся. И я думаю, и зачем мне ждать посылку эти 30 лет с Алиэкспресс, да. Ну, не, 30 лет, всегда по-разному. Но всё же, ожидание, да, чем побежать сейчас в магазин и в этот же вечер заплести себе козу. У меня, если что-то загорелось, то трындец просто. Значит, смотрите, я использовать буду вот такие вот нитки, акриловые, обычные. Я покупала 50 грамм, 50 грамм мне хватило на... Ну, в общем, хватило, да, вот мои 50 грамм. У меня даже ничего не осталось впритык. Всё, это то, что были с моими косами, такие длинные розовые, 4 косы. Вот, Кристинка покупала вот 100 грамм вот такого цвета. Она свои косички забрала, я себе новые, сказала, сделаю. Я тоже хочу голубой себе цвет. У неё осталось ещё половина, да, то есть... Можно на побольше коз или потолще козу сделать. Ну, в общем, что я делаю? Вы измеряете, какая вам нужна коса, да? Вот, допустим, отсюда. И вот берёте до пояса прям, да, чтобы длинный. Лучше потом обрезать, нежели будут короткие. И потом это всё увеличиваете на 2. Вот так получается. То есть вот и вот. И у меня до пояса вот столько. И теперь я должна вот таких вот длинных в мою руку, да? Ну вот не в мою руку. Я сделала в мою руку, на самом деле. И они коротковаты ещё, да? Лучше длиннее, блин, длиннее. Ещё 10 сантиметров плюс. Вот руки вот так растянуть. И ещё 10 сантиметров плюс. И сделать вот таких вот. Я делала сколько? Сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу. 30 штук. Да, 30 штук пойдёт для одной косички, если их... Ну, даже здесь вот. Вот я сделала уже, на самом деле, косички эти. Даже если их будет 2, достаточно. Вот таких 30 штук. Потом они свернутся пополам, да? И будут гуще. То есть вот таких в длину 30 штук делайте. Чтобы потом их можно было поделить на 10 и заплести косичку. Значит, всё... Значит, сделала я таких 30 штук, да? Потом я заплела косичку. Она, естественно, уменьшилась сразу же. Видите? Вот, руки согнутые. Поэтому лучше брать, чтобы она была вот так вот длинная. Сделала я 2 вот такие косы. Специально для 2 обычной косички. Специально для 2 косы. Что я теперь делаю? Теперь я разделяю проборчик пополам. Ну, у меня, видите, немножко вот смещение идёт. И я сделаю по своему смещению. Я не буду сейчас выпендриваться, потому что я выйду погулять. И знаете, в чём удобны эти косы? Их можно делать как на чистые волосы. И это такая двойная прическа. То есть сегодня вы делаете косы. На ночь я с ними не сплю. Мне достаточно тяжеловато. Хотела поспать с косами, но потом думаю, не. Захотелось их расплести. И Кристинке тоже самое. Мы их расплели. И если делать на чистые волосы, то вообще очень красивые. Вы, кстати, во влоге тоже, возможно, это видели. У нас вот такие прям пудри. И прям они классные. Не то чтобы, знаете, прям пудель какой-то. А они реально такие классные получаются. Поэтому потом выходите с накрученными волосами. Либо это можно сделать на не совсем свежие волосы, как у меня сейчас. Тем самым проходить... Вот сегодня я прохожу. И уже расплести вечером. И завтра помыть голову утром. Или ночью помыть голову. В общем, сейчас мы будем скрадывать нашу не совсем свежую голову. Все. Разделила я на две части. Когда я делала две косички, я вот так вот поделила. Конечно, самой себе неудобно. Мне Кристина делила. Я ей плела. Она мне... Я сама себя плела, но она мне разделила, потому что самой себе неудобно. Ну, примерно вот так вот, да? На две равные части мы еще разделили. И все. Заплили здесь, хвостик здесь. И начали плести вот косы, как сейчас я вам скажу способом, да? Вот так вот. Сейчас мы будем одну плести, поэтому мы просто с одной стороны одну, другую, с другой стороны одну. И мы сейчас просто делим на две части. Вторую часть лучше завязать резиночкой. Кстати, по поводу футболки. Помните, я вам говорила акценты? Вот они. Вот они, расставленные акценты. Сейчас у нас будет косы, да? И все будет по цвету. Разные оттенки немного, но не суть. И глаза у меня синие. Дальше, дальше, дальше. Блин, это неудобно. Я сейчас буду вот смотреть сюда, да? Я вообще практически вслепую сейчас буду делать. У меня они немного получились коротковатые, поэтому я сделаю вот так. Я завяжу для того, чтобы осталась вот здесь вот штучка такая. Они когда сойдутся, не особо будет видно. Значит, берем прядь. Вот так вот. Сейчас так попробую, возможно, побегу за зеркало. И завязываю узелок. Узелок завязывается. Почему-то, когда я слышу слово узелок, невольные поются это песни. Я ее не хотела перейти. Так. Да, завязываю. Вот так. Все, видите, у меня одна длина и одна короче. Именно потому что я дурынгл сделала их короткими достаточно. Я хочу, чтобы немного свисала. Дальше. Варианты плетения. Кристинка еще тогда, я помню, говорила, она хотела плести, знаете, как обратную косичку. Я пробовала. Вот эта штука вся запутывается потом волосам. И только в начале видно это голубое. А по косе уже ничего не видно. Поэтому плетите обычным способом, не обратным. А обратным способом будет очень неудобно нам вытаскивать косичку нашу. Из нашей кипы волос. Все. И начинаем плести косу, значит. Беру я сначала впереди. Ой, боже, что сейчас будет? Не очень удобно-то это. Так, раз. Вперед, да? Сделала. Дальше. Беру здесь. Два. Вперед. Вперед. Не знаю, что там получается. Надо, наверное, за зеркалом идти. Блин, матушка, да? Надо, надо. Иди сходи. Нет, перед зеркалом я достаточно быстро две косы могу заплести. А вот так вот сейчас сижу и что-то... Такая туплю. Так. Мне, кстати, кто-то спрашивал как-то, как заплести себе две косы. Меня в детстве мама учила плести. Самой себе имеется в виду, да? Я вот сзади могу с закрытыми глазами себе заплести косичку. Ну что там? Я не ухожу никуда, в сторону. Видите, достаточно удобно поправить. Вот если спряталась наша красивая штучка вот так раз. В обратную неудобно поправлять. Мне даже интересно, что получится вот так вот вслепую я плету. Ни хрена не вижу. Вот то, что я смотрю, я не вижу. Далеко. Немножко осталось. Пиндюлька. Короче, не нужно было оставлять. Или не такую длинную оставлять. Что это за пиндюлька? Вы поняли, короче, да? Делайте длиннее и должно быть две пиндюльки такие оставаться. Две еще нормально. Так, давайте я вот этой вот резинкой заколю. А вообще мы не закалывали резинкой. Вот эти две штуки оставались. Мы просто завязывали их вот здесь. Сейчас, ну, неудобно. Хотя можно вот. Так, да? Короче, этой пиндюльки быть не должно. Вот, и вторую. Я пойду глянуть, что получилось. В общем, получилось черти что. Поэтому я пойду сейчас и перед зеркалом переплету. И вернусь к вам с двумя косами. Ну, вы поняли суть, да? Перед зеркалом просто надо делать. Это я люблю поэкспериментировать. В общем, вот что у нас получилось. Я, кстати, пока делала, думала, они все же делать умеют вообще себе косички. Вот мне интересно, напишите в комментариях, пожалуйста, кто умеет делать себе косички, а кто нет. Я, конечно, не смогу показать вам и научить. Это такой трудоемкий процесс. У меня на это, к сожалению, нет времени. Потому что малыш спит, он может проснуться в любой момент. И это видео будет ни о чем. Поэтому лучше посмотреть именно тех, кто плетут косы, они прям показывают. Даже себе две косы. Я сейчас вам плела вот и как-то вот так их. А на самом деле я их плету вот так. То есть я зад плету вот так вот, да? Особо не смотря. Поэтому так бы не получилось вот так вот сбоку. Поэтому она где-то здесь у меня оказалась вообще первая косичка. Вот. В общем, вот так вот получилось. Сейчас сзади покажу. Вот. Я люблю, конечно, они сейчас покороче получились. И у меня во влоге розовые. У меня были длинные. Они удлиняют еще волосы. Это очень круто. У Кристины, например, у нее коротковатые волосы. И вот мы ее удлинили за счет чего? Мы взяли еще похожий цвет таких же ниток. Там очень много разных оттенков. Взяли в цвет ее волос. И, допустим, я ей плела-плела отсюда. А потом я начала одну косичку просто вплетать другого цвета. И, ну, цвет ее волос. И дальше продолжила плести. И у нас получились вот такие косы. И кажется, что они у нее длинные. То есть вы можете тоже подобрать под свой цвет волос. Кстати, для тех, кто не умеет плести косы, можно делать хвостики. Ну, то есть, да? Заплели хвостик. Потом взяли отсюда прядки. Заплели хвостик. Такими невидимыми резиночками, да? Взяли прядки, заплели. Точно так же и два можно делать. Для тех, кто не умеет. Ну, я, может быть, еще видео сниму потом как-нибудь. И буду делать вот такие хвостики. Посмотрим, что будет. У меня вообще много разных идей. Потому что мне нравится, когда вот так вот торчит все, да? Было бы прикольно, если бы по всей вот так вот штучки торчали бы они, да? Такие вот, знаете, как бы было. Вот у меня есть идея, как это сделать. С другими цветами. Я взяла еще белые. Я хочу белые себе тоже косы длинные. Кислотные, зеленые. В общем, я буду экспериментировать. И, походу, буду делать такие видюшки с косами какими-то интересными. Если вам это интересно, ставьте лайк. Пишите, что да, интересно. Я, конечно же, с удовольствием для вас сниму. Ну, а пока вот так. Пойду тусоваться. Вот они, акцентики. Пока я иду. Ну, как? И макияж, и акцентики, да? Супер. Супер теперь. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал в инстаграм. И увидимся в следующей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok